всем привет с вами канал youtube я и мой принтер сегодня у нас будет на разборе такой принтер epson tx досконально его разберем изучим из чего он состоит и во втором видео будем собирать давайте начнем диагностику включаем принтер наш принтер вышел на готовность до этого у него была ошибка здесь выключите принтер и перезагрузить его с какими неисправностями поступил принтер захватывал по два-три леска и была вот эта ошибка сейчас попробуем сделать несколько копий посмотрим ставим бумагу раз два три четыре леска поставим копию цветная по четыре леска и еще была неисправность видим вначале у него скорость ничем потом он начинает печатать все тише и тише так и охота показать вам ошибку сейчас подпечатать может она появится опять видим охватил два леска та ошибка не появилась но появилась другая ошибка вот так как у нас система непрерывных подачи этот вопрос мы решаем очень просто поднимаем нашу крышку здесь у нас имеется кнопочка на батарейке если у вас не будет скидываться это ошибка посмотрите здесь батарейку потому что иногда бывает и из-за этого то есть вон там кнопочка вот эта кнопочка черненькая мы нажимаем на эту кнопочку два три и отпускаем теперь нажимаем старт ок пишется нажать ок крышка не закрыта у нас да нажимаем еще раз теперь вот такая ошибка вышла то есть изменить все чернили как же мы переберем нажимаем на кнопочку раз два три четыре пять затем нажимаем на таким образом мы скинули чернила наш принтер не вышел готовность появилась вот такая вот ошибка вот интересно у вас была такая ошибка что вы с ней делали вот я вам показал ошибка этого принтера то есть говорят ли что в десять-пятнадцать напечатают и начинается такая влазь ошибка ну чтож давайте теперь начнем разбирать аппарат будем смотреть мыть узлы смазывать буду вам рассказывать где что находится видео у меня будет идти долго час потому что мне надо людям объяснить что каждая деталь для чего служит если вам понравится это видео не забывайте донатить все реквизиты указаны внизу будет очень приятно и не будет ну чтож давайте начнем разборку для начала давайте вытащим с нпч перед тем как вытащить систему непрерывной подачи вот у вас идут трубки чтобы вам запомнить потом как они были как расположено можете отметить вот так взять фломастер здесь и здесь ну или еще чем-нибудь чтобы потом в топке поставить на свое место видим наша печатающая головка не достается потому что ей не дают достаться там язычок специально чтобы ее достать мы включаем принтер и видим печатающую головку у нас выходит с посадочного места ошибка пока у нас никуда не ушла высовываем провод питания из сети и таким образом у нас наша каретка достается теперь вот берем вот за эти защелочки тянем на себя и наши картриджи надо достать из своего посадочного места здесь не такие на защелочках наши картриджи с чипами видим здесь у нас отметочки остались давайте немного поговорим об системе непрерывной подачи видим здесь у нас из демпферов текут чернила если у вас так будет бежать чернила и не останавливаться вам надо посмотреть посадочное место куда девается демпферы у вас может залить верхнюю крышку а затем выйти из строя печатающая головка затем по шлейфу все придет в плату форматора так что обращайте внимание чтобы демпферы у вас так не бежали когда шли эпсона в самом начале у них были такие картриджи ну это шпишки вообще говорю то есть они были можно сказать как одноразовые их вставляли затем они были такие же с чипами то есть чип там запрограммирован например на 100 листов грубо говоря я отпечатал тут вы ничего не видите в таких этих придумали у нас с мпч вот такое с кнопочкой но раньше было на батарейках здесь еще была батарейка сейчас видно этот чип получает питание от принтера не знаю я снимать ее не буду то есть если ваш принтер не видит картриджи не распознает возможно недополучает питание какой-то контакт на эту кнопочку который не сбрасывает свою очередь чернила когда не видит желтый цвет перед тем как что-то делать посмотрите ваши контакты залиты ли они или не залиты почистите попшикайте спиртиком если все хорошо возможно дело в этой кнопке таким образом вам скорее всего придется менять все чипы если после замены чипов у вас будет такая же ошибка значит надо смотреть дальше по цепочке потом я вам все покажу сейчас некоторые люди чтобы избавиться от этих чипов покупает на принтеры Epson прошивку и пишут бесчиповые то есть получается если у вас будет бесчиповый картридж вас эти чипы уже считывать не будут и ваш принтер будет работать без чипов и если у вас система непрерывной подачи не поступает сюда ваши чернила вам надо будет ее целиком разобрать отмыть особенно дело когда касается сумблимация она очень сильно застывает но легче чем отмывать ее легче заказать систему непрерывной подачи и поставить ее на свой принтер потому что отмывка с сумблимацией вам скорее всего понадобится от гитары струна или что-нибудь такое чтобы чистить но это очень долго очень мучительно и не всегда как бы может помочь ей путь вот вы все такие еще сильнее руки не отмоете ну вот вкратце я вам рассказал всем непрерывной подачи для чего она нужна какие ошибки с ней могут быть следующим шагом если у вас стоит вот такая сливная система отцепляем ее тоже трубки засыхает лопнуло это не страшно потом ее обрезать и одеть заново потому что все имеет свойство засыхать видим лопнуло просто беру так аккуратненько ее ровненько обрезал и все затем нам надо будет снять верхнюю часть для этого нам надо будет скрутить откручиваем раз винтик и два винтика винтики здесь одинаковые затем видим здесь такая крышечка приподнимаем ее и убираем такая крышка затем видим здесь у нас бумажка то есть здесь находится датчик закрытия сканера видать чтобы люди смотрели они затолкали бумажку и датчик постоянно у них был замкнутый чтобы они могли открывать блок сканера и смотреть как работает лих каретка и в чем дело так конечно делать нехорошо ну если другого варианта нету только так после чего откручиваем раз винтик два винтик здесь три винтик и четыре винтика винтики здесь вот такие были здесь по идее еще один должен быть винтик но его нету видать разбирали и забыли закрутить здесь у нас винтики вот такие были затем я вот еще вот эту штучку изгибаем ее маленько посерединке и вот с этого угла вытаскиваем то есть эту направляющую потом эту затем мы поднимаем наш блок сканера вот отсюда видим она вышла из этой стороны вытащили нашу направляющую вот она наша направляющая здесь у нас получается 1 винтик внутри 2 винтик здесь должен быть не знаю почему-то его нету тоже и здесь еще винтики в общем вы увидите по ходу движения некакие винтики вот она держатель за счет которого ваш блок сканер уходит или уходит вы так не делаете потому что потом его обратно поставить туго видите я не могу итак вокруг вы скрутили все винтики и посмотрели больше ваш крышка ничего не мешает у меня кстати еще один остался теперь мы можем снять вот эту нашу верхнюю часть здесь видим она у нас снимается легко а с этой части она не дает то есть получается вот в этом углу имеется у нас такие защелочки с этой стороны мы нажимаем вот видим я нажал приподнимаем панельку вверх вот отошла она вот видим отошла опа вот сделаем такую же операцию то есть я нажимаю и хочет и надходить вот все приподнялась и вверх после того как две защелки вот эти оцепили мы можем вытащить нашу панельку вот взялись за правый угол приподняли и таким образом верхнюю часть мы освободили теперь будем оцеплять наш док сканера посмотрите как что расположено отцепляем сначала вот этот холикопласт затем видим наш заземляющий провод шел вот сюда откручиваем его и вот вот такой винтик после чего видим тут отдельный разъем под провод так теперь наш красный провод красный провод у нас вот отсюда он шел во втором ряду затем серый провод защелочки держит защелочки держит и шлейф и шлейф аккуратненько его сильно не дергайте когда будете отклеивать острый ничего такого не использовать ищите что-нибудь пошире чтобы не порвать ваш шлейф вот вот видим тоже приклеенный номер шлейфа вот такой вот если кому-то будет необходимость разобрать блок сканера все винтики находятся внизу то есть их откручиваете располовините защелки уберете ну не забывайте если вы не знаете как что расположено не торопитесь берите телефоны снимайте прям по каждому винтику по каждому болтику чтобы потом у вас не было проблем потому что некоторые умельцы раскидают а как собрать и не знают ну все вроде блок сканера мы освободили теперь берем и убираем следующим шагом будем снимать нашу панель управления то есть видим шлейф идет аккуратненько его убираем затем здесь я винтик и с той стороны такой же винтик откручиваем крепеж и петелечку так сниматься не хочет укомплектовывайте всегда говорю узлы вместе то есть сняли петелечку винтик и друг у кого друга складывайте вторую петелечку сняли чтобы снять нашу панель управления нам надо будет снять наше все посадочное место на котором расположено здесь я видим у нас датчик закрытия сканера который был постоянно замкнутый можете его отсюда снять а можете отсюда вытащить после чего откручиваем раз винтик и два винтика и с другой стороны такие же винтики откручиваем затем у нас здесь еще винтик и вот на этом крепеже еще два винтика винтики все одинаковые винтики все одинаковые можно было просто открутить вот эти два винтика и наша панель управления снялась сюда видим идет шлейф если вас будет необходимость разобрать панель управления сейчас начнем разбирать вдруг у вас не стали работать кнопочки или сломался крепеж то есть видим как наша защелочка вытаскивается в жирность мы убираем и таким вот образом наша защелка должна слезть то есть видим здесь такая направляющая ставим ее в такое положение и теперь вытаскиваем ее затем откручиваем 1 2 3 4 винтика вам сюда лезть не обязательно это если сломается панель управления накрутили 4 винтика шлейф вот такой берем и 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 4 2 3 винтик одинаковые 3 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 9 10 11 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 на 15 15 кнопки звонить у нас обыкновенно взяли мультиметр включили на прозвонку попробовали и какая кнопка у вас не работает то есть например вот эта если у вас не работает видим так она не звонится нажимаем на кнопку начинает звонится таким образом вы можете определить какую кнопку менять кнопки здесь вот такие следующим шагом если у вас не светится ваш панель управления тоже виноват возможен контроллер также не поступает питание посмотрите шлейф возможно что-то дело с этим шлейфом потому что мы видим что через шлейф поступает основное питание на нашу панель управления кнопки также могут слипать из этих пластмассок или не работать то есть они не достают до кнопок и кнопки не выполняют свою функцию в принципе здесь больше рассказывать вам нечего то есть все по цепочке не работает панель управления звоним шлейфа звоним шлейф и переходим на плату форматора возможно дело и там может быть в общем чтобы определить скорее всего если вы не специалист вам потребуется донор ну все теперь ставим нашу панель управления на свое место и собираем ее закручиваем на 6 винтиков когда будете собирать крышку посмотрите чтобы здесь вот это стало все ровненько вначале поставьте как надо в направляющие потом до конца защелкиваете то закрутили на 4 винтика затем этот наш защелочек поставили вот так положили и одеваем ее потихоньку на свое место после чего пружинку у нас не фиксируется так моленько так моленько затем видим здесь такая как бы направляющая а здесь такая выемка вот эта выемка должна попасть в эту направляющую для этого мы берем нашу часть эту защелочку плотную засовываем засовываем это и ставим нашу направляющую то есть вот это стопор вот этот стопорок он будет у нас стопориться вот об этой части конечно может у кого-то есть вариант полегче поставить а потом ту часть поставил то есть нажимаем на кнопочку и наша панель управления поднимается и опускается так вот работает все панель управления мы изучили теперь знаем как посмотреть и с чего она состоит следующим образом мы посмотрим наш датчик целый он или не целый также взяли мультиметр включили на прозвонку попробую попробую теперь нажимаем на наш датчик то ли контакт у меня плохой то ли датчик через раз работает так не должно быть видим все вроде разработался долго что думать следующим шагом отключим этот винтик винтик здесь такой по металлу после чего снимаем верхнюю крышку чтобы у нас снять датчик здесь такие две защелочки этому защелочку мы нажали а вторая выходит вот так но если он у вас не будет работать то вы можете откусить два провода и между собой пока замкнуть пока будете искать новый датчик так давайте рассмотрим цепочку от наших картриджей вставляем демпфер и на демпферах находятся чипы вот эти чипы считают вот эти контакты бывает когда вот заливается печатающая головка то есть шлейф тут между собой заливается только не в этом месте а вот где печатающая головка и выгорает печатающая головка возможно шлейф и через кз идет на плату форматора таким образом если у вас будет течь демпферы или вы отмывали печатающую головку и не высушили как надо у вас сгорит целиком вот эта цепочка теперь мы отцепляем шлейфа которые тут отпечатающей головки смотрим на состояние контактов обязательно то есть вот такой пучок шлейфов у нас идет отпечатающей головки затем можете или отклеить ферритовое кольцо или вытащить вместе со шлейфом чтобы нам не мешали шлейфа после чего откручиваем защитную крышку от нашей платы форматора здесь винтик вот такой по пластмассе по металлу по металлу по пластмассе по пластмассе по пластмассе здесь боку еще один винтик не дает выйти по металлу аккуратненько достали вот она наша плата форматора которая отвечает за работу нашего принтера все шлейфы отцепим а потом когда будем разбирать основную часть будем смотреть что куда идет видим здесь этого провода таких шлейф шлейф он идет у нас на датчик энкодерного колеса потом посмотрим чтобы снять и заменить нам платформатка нам надо будет открутить еще винтики то есть раз винтик два винтик вот такой длины все здесь еще не дает нам вот этот винтик чтобы мы сняли эту часть каркаса металлический вот такой узенький маленький винтик все ну вот мы и добрались до платы форматора вот так вот она выглядит вот ее название то есть видим разъем у нас под флешку если у вас ваш компьютер или ноутбук не видит изображение как обычно по цепочке перестанавливаем драйвер пробуем провод и так же смотрим разъем обычно улетает вот эти два транзистор и здесь предохранитель F2 находится то есть если ваш принтер запускается не печатает цвета возможно он выиграл информацию я вам об нем рассказать не могу что у него летит что ломается какие ошибки что знал то я вам сказал если у вас какие то если у вас есть опыт с этой платой вы что то пояре меняли напишите в комментариях может об этой шинке может и она выгорит может что то о процессоре выгорал из-за чего вот этот находится процессор теперь мы добрались до наших памперсов куда сбрасывается наша отработка то есть все принтеры почти все у многих стройных принтеров имеется памперс то есть когда вы включаете на прокачку принтер ему же надо сливаться с чернила и для этого завода производителя придумали вот эти памперсы если они у вас переполнятся у вас все чернила потекут вниз и из-за этого они придумали чип который отвечает за отработанное чернило то есть определенное количество чернил прокатчик у вас выходит и ваш принтер заблокируется и подписать сброс памперсов некоторые люди думают что заменят памперсы и эта ошибка пройдет но это не так это надо лезть в программу и в некоторых принтерах есть бесплатная утилита где вы можете сбросить а в некоторых платная на этом модели я не знаю так как я никогда на ней не скидывал эту ошибку если вы знаете можете написать или скинуть ссылку на утилиту такой вот винтик затем чтобы ее вытащить нам надо будет раскрутить еще вот этот винтик здесь такой по металлу теперь достаем нашу металлическую рамку вот такую вот после чего головку отводим и вот здесь внизу у нас видим еще один винтик такой вот винтик памперсы довольно тяжелые видно здесь в свое время накачали их мыть я их не буду потому что у нас сделана система для слива а так видим состояние у нас конечно не очень следующим образом нам надо будет снять вот эту из пластика всю часть которая защищает наш каркас выберем отсюда наш провод откручиваем вот этот винтик вот этот винтик вот этот винтик вот этот винтик вот этот узенькая полосочка она все хочет слететь вот здесь еще один винтик здесь я винтик здесь я винтик здесь я винтик вот вот они два винтика после чего мы можем снять верхнюю часть принтера стенки вот эти стенки маленько в бок расширяйте чтобы она легче снималась и когда будете снимать отклейте шлейф от датчика от инкозерного колесика потому что он приклеенный и не дает сняться эти шлифы у нас во внутрь все вроде больше ничего не мешает вот видит когда будете мыть эту часть если будете мыть не потеряете вот этот контакт больше здесь вроде ничего такого нет мыть все равно надо давайте дальше разбирать теперь нам надо будет снять металлическое основание где расположены наши узлы механики и печатающая головка видим механизм наш когда лоток у нас меняется то есть мы нажимаем качажок сразу посмотрите в чем состоит и как стоит наша пружинка с шестеренками то есть вот эта площадочка она почти напротив вот этой площадки то есть я нажимаю на рычажок наш лоток поднялся и встала маленько все по-другому теперь меняя обратно все стало так вот так вот отключимся и работает пока его не будем трогать давайте начнем потихоньку изучать провода то есть вот этот наш провод идет от блока питания вот так вот он расположенный и идет он туда мы его вытаскиваем если у вас не включается ваш принтер вообще смотрите провод питания блок питания дальше как я и говорил по цепочке звоните этот провод и на плату форматора блок питания мы пока вытащить не сможем пока не освободим этот каркас итак теперь мы видим наш провод здесь расположенный датчик когда мы будем снимать вот эту часть нашу металлическую этот датчик останется у нас внизу на подложке это получается у нас переходник в общем вы хотите этот провод выдергивать или этот здесь такие защелочки на них нажимаем и этот провод вышел а отсюда от топоры уходит внутрь потом покажу сейчас нам надо снять металлический каркас давайте начнем его снимать чтобы его снять откручиваем вот этот винтик винтик открутили с такой шайбочкой затем такой же винтик у нас находится вот здесь видим эта часть у нас уже приподнялась после чего скручиваем вот этот винтик такой же шайбой затем нам надо снять эту нашу пленку наклеивающую здесь находится ферритовое кольцо потому что она не даст нам выйти каркасу сняли ее вытаскиваем наше колечко и здесь же находится винтик еще один такой же и здесь еще один винтик после того как мы открутили 5 винтиков теперь мы можем снять наше основание где расположен наш механизм гран радуюсь здесь вот еще один винтик все достаю видим здесь инородное тело которое возможно мешало работе работе нашего принтера вот оно почему выгоднее отдавать ваш принтер на профилактику чтобы уж сразу когда разбираешь все почистили все узлы посмотрели чем потом постоянно менять по одному узлу тоже бумажечка какая-то то есть чтобы достать наш блок питания нам надо будет открутить два винтика раз и два еще когда я включал этот принтер в сеть шел писк как будто от кондера не знаю сейчас если он разберу посмотрю кондера такой винтик такой винтик видим здесь состояние значит у кондера ничего вспухшего ничего нет значит все нормально все равно почистим поставим все на место потом включим сеть и послушаем если звук леет достаем наши памперсы это доставать не буду это отмыть нам будет в принципе здесь их все можно будет сразу отмыть мою их в ванной под водой некоторые вопросы задают чем и как вы моете только сразу после того как вы вымыли принтер отмывайте ванну иначе потом вы не сможете отмыть так давайте теперь разберем этот механизм то есть вот она пружинка видим здесь пружинка загнута вот она загнута ее и в так так что просто так 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 чтобы механизм хорошо работал сейчас мы ее разберем и снимем тут тоже какая-то бумага чтобы снять весь механизм из трех шестеренок и из четырех здесь такие вот защелочки видим я нажимаю на нее и тяну на себя теперь здесь тоже две защелочки их друг на друга нажимаем и тянем на себя обратите внимание вот эта шестереночка здесь такая направляющая стоит напротив вот этой планочке чтобы потом вы не перепутали взяли вот так вот и отметили здесь фломасер и здесь фломасер оттаскиваем весь механизм то есть видим у нас пружинки зокнуты мы по одной штучке их вытащить не сможем никак только вместе это я показываю если у вас будет датчик этот не работать или надо будет сменить какую-нибудь шестереночку как все расположены здесь меток нету здесь мы метку поставили здесь серенка которая поднимает наш лоток затем снимем наш датчик винтик такой маленький поставьте около датчика его вот он датчик нажимаем также можете мультиметром два контакта сюда поставить и попробовать рабочий он или нет все сохраняем в одном месте откручиваем отсюда винтик тоже с шайбочкой такой затем вот этот винтик после чего вот этот и вот этот мы сможем снять вот эти наши углы затем мы сможем снять вот эти наши углы видим угол наш снимается вот вот оно так держится И вбок выходит. А здесь мы находим смерть Кащея. Который все искали очень долго-долго. Как же его убить? Пока убивать его не будем. Дадим пожить ему. Вот такая вот. Ну все. Теперь можно это отмывать. И ставить сушить. Тут ничего тоже такого интересного нету. Тоже отмывать. И ставить сушить. Будем дальше разбирать. И изучать. Остатки принтера. Вот эта крышка у нас снимается. То есть когда мы все сняли. Здесь просто отверточкой подставляем. И она вот отсюда выходит. Следующим образом. Жалоба была у нас на то, что каретка. Вначале ходит, ходит, ходит. А потом начинается все медленнее и медленнее. То есть, во-первых, может быть ось смазка засохла на каретке сверху и на самой оси. Так же дело с двигателем. Когда разбирал, я обратил внимание на двигатель. Видим, здесь такой нагар. То есть двигатель, скорее всего, надо будет менять. Что я сказал хозяйке, которая сказала, приобретем новый двигатель. Закажу я новый двигатель и при сборке скажу, сколько он будет стоить. Так же проблема у нас была с захватом бумаги. Захват бумаги, я вроде посмотрел, здесь все чисто. Ничего не мешает. Ну, так как мы нашли уже два едно-норкных тела ниже в лотке. Возможно, при дальнейшей разборке попадется у нас здесь. Или придется у нас менять вот этот ролик. Отделитель бумаги, который отвечает за деление бумаги. Ну, посмотрим. Начнем снимать печатающую головку. Как обычно у многих принтеров, которые давали на ремонт специалисты, боковую крышку теряют, не ставят. И принтерам приходится работать без нее. Так же и в нашем случае. Боковой крышки нету. Теперь мы будем вытаскивать отсюда печатающую головку с контактами. Вот контакты, которые считают чипы. Перед тем, как их вытащить, нам надо вытащить шлейф из них. Берем. Берем. И вытаскиваем шлейф. Этот шлейф у нас идет на датчик, который считывает энкодерную ленту. То есть, благодаря этому датчику и шлейфу, наш принтер определяет, сколько расстояния ему печатать. То есть, на таком расстоянии. Если у вас будет ошибка или печатающая головка ходить туда и сюда, стукаться об угол, значит, вы повредили энкодерную ленту или не поставили датчик. Обращайте на это внимание. Не поставили шлейф в датчик, как надо. Затем, взяли отерочку такую. Здесь прям неподалеку. Почувствуйте защелку. Сейчас я вам покажу. Вытащу. То есть, вот они две защелки. Широкие, видите, на концах. Прямо видим, я отерочку сую и вот она прям вылазит. Буквально вот она. По такому расстоянию нажимаем на эти защелочки. С этой стороны и вот с этой. Выше энкодерной ленты и выше шлейфа. Так, внутри я вам показать не смогу, потому что там не видно. Вот она, схемка. Если у вас все целое и чипы ваши не считывает, здесь я ничего не утопила. Все контакты наружи, все почищено. Шлейфы целые. Возможно, у вас даже перегорела вот эта плата. Она влияет на работоспособность читания чипов. После чего мы достаем вот эту нашу заглушечку. Откручиваем три винтика напечатающей золотой. Раз винтик, два винтика, три винтика. Винтики здесь вот такие. Затем мы берем, достаем печатающую головку. Аккуратненько. Видим, чернила пытались капать. Но вроде все нормально. Отцепляем два шлейфа. Ее ставим на салфеточку. Отмокать, чтобы вот этих не было. Здесь уже поролонку придумали. То есть пусть пока выремонтирует принтер. Стоит на салфеточке на деселированной воде. И отмокает, если у вас все хорошо идет. Здесь цвета все шли. Я химически с ней ничего не буду. Таким образом у меня есть спечатающая головка. То есть суюте новую. Также все запаковываете. Но так как мы будем разбирать принтер весь. И нам надо будет снять шлифа. Мы еще вытаскиваем шлиф с инкодерной ленты. Вам это делать не обязательно. Если вы просто меняете печатающую головку. Потому что потом вставлять вы его замучаетесь. Так. Каретку уводим на место. Здесь видим у нас зажимы. Зажим немного разжимаем. Показываю заодно как менять шлиф. Маркировка шлифа вот такая вот. Следующим образом нам надо будет заменить двигатель. То есть два красных и черных провода. Один идет у нас на энкоденное колесо. А один идет на ремень. Который двигает в свою очередь каретку. Убираем. Расцепляем два провода. Два провода рассыпили. Теперь ферритовое кольцо отсюда убираем. Дальше видим. Это у нас другого двигателя. Видим два провода. Один идет на двигатель. Один на датчик прохода бумаги. Отгибаем раз, два, три зажима. И вытаскиваем наш провод. Чтобы вам легче было заединить этот провод от двигателя. Отцепляем отсюда крепление. И вытаскиваем его. Также выделите шлейф, который идет у нас на энкодерный колесик, на датчик. Здесь мы тоже видим крепеж идет. Тоже надо будет его расцепить. Вытаскиваем наш провод. Теперь если вам надо заменить двигатель, вам будет легче его расцепить. Но я пока этого делать не буду. Меня сейчас волнует другой вопрос. Почему наш припрок не разделял бумагу? Вот взял 4 листочка. Сейчас попробую вручную прокрутить и посмотреть. То есть как мы делаем. Мы берем вот эту нашу шестеренку. Видим, у нас ничего не крутится, не вращается. Берем маленько обратно. Не забывайте, чтобы ваша каретка стояла в середине. Как будто ваш пункер начинает печатать и идет христок. Далее обратно. И наш принтер начинает захватывать бумагу. Как ни странно, захватывает все. Смотрим на делитель бумаги. Он у нас прощается. Ладно. Будем разбирать узел захвата бумаги и смотреть в чем дело. Снимем наш защитный кожух для ролика захвата. Здесь вот такой винтик. Здесь вот такие направляющие у нас. Вот они. Вот направляющие. Вот тут направляющие двигается. Здесь направляющие и здесь направляющие. И вот здесь такая защелочка имеется. Лучше, когда это все будете делать, снимите конкоденную ленту, чтобы она вам не мешала. Чтобы ее не поцарапать и ничего такого не было. То есть вот взяли ее, ослабили с одного конца. Теперь с другого конца ее вытащили маленько. Вытащили из датчика и потом поставили так. То есть вот это ушко откусанное должно вас смотреть вверх. Энкодерную ленту если будете мыть, мойте под тепленькой водой и аккуратненько пальчиками не поцарапайте. Итак, снимаем защитную нашу часть. От ролика захвата нажимаем вот сюда на нашей защелочке. Таким вот образом наш кожух снимается. Видим здесь уже специалисты полазили. И доснимали усердно. Теперь, чтобы снять узел захвата бумаги, нам надо открутить вот этот винтик. И вот этот винтик. Такой вот винтик. И еще один такой винтик. После чего вытаскиваем из разъемов. вот эту часть. Но нам не дает вылезти. Вот эта шестеренка. чтобы ее снять нам надо нажать вот таким вот образом. и здесь все должно выйти. Все. Это невозможно все ошибки. Что у нас октапара полностью грязи. Собирать будем по другому. Ну, пока разбираем вот так. Так. Вот она еще часть. Наша шестеренка, которая идет на нашу помпу. Затем двигатель нам мешает моторчик. Надо его вытащить. Все. Давайте начнем разборку узла захвата. Посмотрим из чего же он состоит. Давайте снимем здесь наш переключатель. Шестереночкой. Вытаскиваем его. Вот таким вот образом он выглядит. Здесь нет никаких насечек. Ничего. Толкатель бумаги. Но мы пока его вытаскивать не будем. Вот он наш ролик захвата. Бумагу у нас захватывает, только не отделяет. За деление отвечает вот этот ролик. Отделитель бумаги. Вроде тут смотрим. Вся пружинка стоит на месте. Мы сейчас разберем. Посмотрим. Так. Чтобы нам вытащить наш вот этот узел. Для захвата. Нам надо нажать на отделитель бумаги. Затем здесь видим ось. Подставляем. Вот таким вот образом. И ее вытаскиваем. Здесь все видим. Нам не дает выйти флажок вот этот. Нам надо на него нажать снизу. Или сверху. Таким образом мы добрались до нашей шестеренки. Которая в свою очередь работает. Больше здесь показывать и нечего. Бывает слетает пружинка отсюда. Сейчас я вот ее сниму. Потому что надо ее мыть все равно. И зубики ломаются. Вот эти. Зубики здесь вроде все целые. Пружинка. Вот такая. Пружинка. Вот такая. Пружинка. Тоже если захотите его снять. Таким вот образом он снимается. Теперь у нас остался делитель бумаги. Посмотреть его. Видим состояние здесь конечно не очень. Снимаем пружинку. Такая вот пружиночка. Здесь у нас пружинка вот входит вот сюда. Видим. А с другой стороны вот сюда. Отделители бумаги. Видите. Не дает сняться. Зубцы не дают сняться на шее. Отделитель бумаги. Видим. Здесь она как бы входит сюда. Мы ее нажимаем и тянем на себя. Таким образом она легче выйдет отсюда. Вытащили один край. Вытащили другой. Теперь вытащили пружинку. Не потеряете пружинку эту. Так. И добрались. Для нашего ролика. Ролик снимается вот сюда. Видим отверстие. Вот сюда я заснул отверточку. Нажал. Вот таким образом вытащил один конец. Видим наш отделитель бумаги крутится оба конца. А крутится он должен один конец. Сейчас. Снимаем. Здесь такая защелочка. Пружинка вроде на месте стояла. Видим. Наша пружинка обломлена. Из-за этого у нас и захватывало по два патрилиска. Ну вот. Две проблемы мы нашли. То есть. Почему захватывал по два патрилиска. И почему двигатель вставал. Этот узел мы разобрали. Сейчас я его отмою. Будем разбирать принтер. Ну что. Остался у нас еще один узел. Где расположен сам основной механизм. Давайте снимем двигатель. Я обратил внимание на каретку. Почему сгорел двигатель. Возможно наша каретка на такой степени и стерлась. Видимо она болтается. Мне кажется что здесь сильный износ. Потому что когда я нажимаю так. Она идет туго. Когда делаю ровненько. Она идет легче. Ну и смазки конечно недостаточно. Давайте открутим этот двигатель. И снимем наш ремень. Пружинку. Натяжение ремня. Таким образом. Мы их снимаем. Такая двойная. Усиленная пружинка. Где-то по размерам вот такая. Два кольца сделаны. После того как мы сняли натяжитель ремня. Который натягивает наш ремень. Здесь он фиксируется. Мы его вот так вот аккуратненько вытащили. Из креплений. Так вот он. Влазит. Тоже весь в волосах. Теперь откручиваем наш моторчик. Вытащили наш моторчик. Маркировка вот такая вот. Слышим как он работает. Болтается. Хотя не должен так. Теперь как обычно. Я смотрю. Работает ли помпа у нас или нет. То есть вода уходит или не уходит. Работает. Жалил световодички. Видим. Здесь шланг у нас. То есть видим я качаю. Вода отсюда. Вода отсюда выходит. Отсюда. Отсюда. Отсюда выходит. Я буду отмывать все равно всю помпу. Потому что скорее всего все засушим. Следующим шагом сниму вот эту часть. Которая у нас отвечает за подъем. То есть за высоту бумаги. Для этого мы откручиваем вот этот винтик. Винтик сняли. Затем откручиваем вот этот винтик. И сбоку вот этот винтик. Здесь имеется такая же пружинка. Как я там показывал. Вот она. Такой же винтик. Мы можем снять. Эту часть. Потом. С этой оси и эту часть. Видим наши ролики протяжки бумаги. И пружинки вот в расположенках. Здесь пружинка. И здесь пружинка. То есть входит они в статспаз. Так что их не потеряйте. А мыть все равно все надо будет. Так вроде не вылетает. Здесь ничего такого показывает. От этого разъема у нас еще один проводит вот сюда. Затем проходит вот сюда на датчик. Вот он датчик прохода бумаги. То есть если у вас будет ошибка. Обратите внимание на этот датчик. Посмотрите на пружинку. Вот на эту. Видимо она упирается вот в этот уголочек. Ну. И покажу. Вот снимая нашу боковую стеночку. Такая вот стеночка. Такой вот винтик. Внимание всегда уделяйте вот этим риском. Регулирующим. Потому что если вы не так поставите. Ваша ось будет стоять так как надо. И ваша каретка будет работать. Корректно. То есть вот где-то я так отметил. Она была. Это у нас пружина которая зажимает наш вал. По которому ходит наша каретка. Теперь мы можем ее отцепить. То есть вот такая вот пружинка. Затем разбираем эту сторону. Откручиваем 1 винтик и 2 винтика. Такой же. Теперь аккуратненько снимаем. То есть вот так вот расположены. Вроде здесь рисков никаких нет. Но на всякий случай можете для себя рисовать. Вдруг у вас что-то не так будет работать. Я первый раз его разбираю. Честно скажу не знаю. Следующим образом нам надо будет вытащить ось отсюда. Чтобы ее вытащить. Снимаем пружинку эту. Натяжение которое у нас держит нашу ось. Видимо она здесь подцеплена. Вот так вот. Шайба здесь вот такая вот. Затем шестереночку надо снять. Она входит в паз. Не забываем здесь тоже отриску сделать. Как у вас была. Пружинку нашу снимаем. То есть вот отсюда она вытаскивается. Такая вот пружинка. Теперь будем отсюда вытаскивать. Ну здесь опять же стоит у нас датчик. Если мы его не так поставим. Потом возможно будет ошибка. То есть вот этот где-то последний зубец наш. Он напротив вот этой штучки. Где-то вот так вот вы и выставляете. Ближе к этому краю. Тут получается у нас три зубца. Вот раз два три. Самый первый. Напротив почти этой штучки. А вот этот одиночный. Одиночный. Он был в актопаре. Все. Теперь что. Поднимаем нашу каретку. Видимо мы ее вытащить не можем. Потому что она мне дает вот эта штучка. Которую мы отметили по рискам. Сейчас расслабим. Здесь такой винтик с шайбой. Здесь вот такая пластмасска. Теперь мы можем вытащить нашу каретку. И посмотреть. Состояние такое. Ось нажим можем вытащить. Чтобы она не мешала. В карманах смазка есть. Мало. Если у вас будет необходимо заменить ремень. То есть вот он снимается. Вот так. Датчик нахождения каретки. И датчик на инкоданную ленту. Следующим шагом снимем нашу помпу. И посадочное место. То есть наша каретка садится сюда. На посадочное место. Вот эта часть резинка отщает. Потом я отмой. И вам все покажу. Снимаем вот этот винтик. Затем надо длинной-длинной тверкой залезть вот сюда. Ну то есть сюда закрывает. И там будет винтик. Еще такой. По металлу тоже. Наше посадочное место. Видим. Потихонечку тянем. И снимается. То есть вот еще у нас стоит. Потом помою. Изучим поподробнее. Видим датчик. Такое ощущение будто у нас обломанный. Скорее всего так и есть. Из-за этого иногда ошибкой происходит. Давайте снимем валы протяжки. То есть вот эту еще белую часть. Пружинка видим здесь так стоит. Мы на нее нажимаем. Вот она. И высовываем вбок. Таким образом она ослабляется. И выходит. Нажимаем. Вот эта пружинка выйдет. В одну сторону смотрит. Получается их тут три штуки. Здесь мы посмотрим как она расположена. И впадает сюда в паз. То есть видимо сюда в паз впадала. посередине вот сюда впадает. И высовываем. Внимание. У нас в образу. Наша вот эта белая. Рольки протяжки. Важно помните. Видим здесь такая пружинка. Выпухла. так вот и видно она у нас идет вверху вот этой части здесь проходит внизу под железочкой и идет на ось мы ее вытаскиваем вот я взял и вытаскиваю вот таким вот образом она одевается затем вот эти беленькие штучки видим они должны вылезти здесь защелки не дают то есть вверх мы на них нажмем то есть вот они защелки они нам не дают вверх вылезти мы на них нажимаем и таким вот образом у нас все освобождается рукой вот там подталкивает вверх на себя и вот таким вот образом вся наша часть вышла аккуратненько с датчиком прохода бумаги вот таким вот образом достаются наши ролики протяжки теперь открутим раз винтик два винтик и здесь и три винтика такой мелкий по металлу по металлу по металлу вот таким вот образом сняли планочку теперь откручиваем вот этот винтик такой же по металлу вот таким вот образом вот таким вот образом у нас достается площадочка то есть вот здесь мы потянули на себя а здесь что-то туговато вот так вот все вот она наша площадочка с нашим датчиком вот так вот пружинка расположена на датчике вот видно кусочек у него прям обломленный вот еще одну проблему нашли и принтер так же маленько сточено у него тефлоновое покрытие это датчик тоже целый потом будем собирать прозволен снимается он как и тот то есть нажимаем на мелкий зубец и наклоняем вытаскиваем его теперь можем снять двигатель чтобы помыть весь каркас так эта плосмозка тоже вмешается и можно снять так вот 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 маркот не знаю видите здесь так вообще ничего не видно не видно здесь отсвечивается наберите просто в интернете и вам все высветится и теперь остается последняя деталька то есть здесь на две защелки нажимаем и все ну вот в принципе я вот и все разобрал из принтер по детали рассказал что я знаю так как я знаю все равно все не могу если есть какие то у вас дополнения обязательно дополняйте делитесь своим историей с этим принтером в следующем видео я буду собирать если вам понравилось не забываем ставить лайки подписываться на каналы спонсировать будет очень приятно с вами был канал я мой принтер всего хорошего всем удачи до свидания